В последнее время многими автолюбителями, клининговыми компаниями и просто владельцами частных домов полюбились ранее недооцененные очистители высокого давления. Или другими словами, мини-мойки. А все потому, что бесконтактная мойка по сравнению с ручным способом очистки не только сокращает время работы, но и является более бережной. И все это при том, что в использовании такие мойки просты и понятны даже ребенку. А стоит совсем немного и применять их можно не только для мойки автомобиля, но и для чистки ковровых покрытий, садовых дорожек, аллей, плитки, фасадов зданий, мебели и многого другого. В этом видео я расскажу про характеристики мойок и на что они влияют. Покажу комплект поставки и конструктивные особенности, которыми мойки отличаются друг от друга. Поэтому, чтобы понять, какая мойка наилучшим образом подойдет именно вам, нужно всего лишь досмотреть это видео до конца. Модельный ряд мойок InterTool включает в себя 4 модели. Это DT1503, DT1504, DT1505 и DT1507. Каждая из этих мойк обязательно комплектуется пистолетом и шлангом высокого давления, входящим фильтром и дополнительными аксессуарами, упрощающими использование и хранение мини-мойки. Модели DT1503 и DT1505 дополнительно оснащены еще и насадками с бачками для пенообразования. У моделей DT1504 и DT1507 таких насадок в комплекте нет. Конечно же, это не делает эти модели менее функциональными, но об этом я расскажу немного позже. Вообще, если грубо, то мойки можно разбить на два типа. Мойки DT1503 и DT1504, в отличие от мини-мойок DT1505 и DT1507, обладают функцией самовсасывания. Именно с этого параметра и стоит начать выбирать мойку. Если в месте, где будет использоваться мойка, нет доступа к водопроводу, то остановить свой выбор придется именно на мойках с функцией самовсасывания. Это позволит мини-мойкам самостоятельно забирать воду из бочки, ведра или любой другой емкости с водой. Следующая важная характеристика мини-мойки – это ее мощность. И несмотря на то, что эта характеристика сама по себе мало о чем говорит, она позволяет, не вдаваясь в подробности, узнать эффективность устройства. Ну а чтобы разобраться детально, нужно обратить свое внимание на другие показатели. И следующий показатель, на который стоит обратить внимание при выборе мини-мойки – это максимальное давление, создаваемое устройством. Этот выбор должен быть сделан, исходя из области применения мини-мойки. Чем больше максимальное давление, тем более серьезные загрязнения способны очистить мойка. Следующий немаловажный параметр – это производительность. Чем она больше, тем проще и быстрее будет происходить смыв моющего средства и процесс очистки в целом. Помимо основных характеристик, есть и другие, которые тоже обязательно нужно учитывать, поскольку они в той или иной мере упрощают работу с устройством или отвечают за его надежность. Например, все представленные мойки оснащены защитой от перегрева и именно алюминиевыми, а не пластиковыми помпами, что обещает надежность и долговечность устройства. Для большего удобства использования все мини-мойки оснащены быстросъемными соединениями и функцией Аквастоп, которая подразумевает автоматическое отключение двигателя и прекращение подачи воды при отпускании курка на пистолете, а затем автоматически включает мойку при повторном нажатии. Мойки DT1504 и DT1507 дополнительно оснащены катушками для хранения шланга высокого давления. И если в модели DT1504 шланг может только храниться, а для работы его необходимо размотать и подключить к мойке, то в DT1507 шланг можно размотать и использовать ровно настолько, насколько это необходимо. Что крайне удобно, поскольку шланг на мойке очень длинный. И это, конечно же, является тоже огромным плюсом, поскольку не надо постоянно переставлять мойку с места на место, чтобы, например, дотянуться до противоположной стороны машины. Тем более, что все основные регулировки, которые могут понадобиться, находятся на пистолете. Пистолеты, кстати, тоже немаловажная часть мойки. И они имеют как общие черты, так и отличия. У мойк DT1505 и DT1507 пистолеты абсолютно идентичны. Они оснащены предохранителем от случайного нажатия, курком и разъемом для быстрого подключения шланга высокого давления. А для нанесения моющего средства на пистолет устанавливаются насадки для пены, которые идут в комплекте. Для мойки DT1505 эта насадка оснащена бачком для моющего средства и регулятором, которым можно настроить интенсивность подачи пены. В мойке DT1507 насадка без бачка, потому как мойка оснащена встроенной в корпус емкостью для моющего средства. Но любители насадок с бачком могут себе запросто приобрести насадку, как у DT1505 или любую другую подходящую насадку и пользоваться ей. В мойках DT1503 и DT1504 похожая ситуация. Пистолеты этих моек тоже оснащены предохранителем от случайного нажатия, курком и разъемом для шланга высокого давления. А в пистолете мойки DT1504 дополнительно предусмотрен переключатель, включающий или отключающий возможность вращения ствола пистолета. Эти пистолеты, как и предыдущие два, могут регулировать ширину струи. Но пистолет от мойки DT1504 может дополнительно еще и регулировать давление струи, позволяя более деликатно настроить поток воды, а главное и пены, поскольку в этой мойке, как и в DT1507, бачок расположен в корпусе, в то время как в более младшей модели для нанесения моющего средства используется дополнительная насадка с бачком. Исходя из всего вышесказанного, становится понятно, что несмотря на внешние сходства, мойки очень отличаются друг от друга. DT1503 – отличный бытовой помощник, который будет хорошо справляться с не слишком сложными задачами. Но машину от городской пыли он отмоет отлично, хотя и не так быстро, как его старшие братья DT1504 и DT1505. Эти две мойки похожи друг на друга по цене и мощности, но отличаются своими конструктивными особенностями. Оба прекрасно справляются со всеми задачами, которые ставятся бытовым мойкам. Но что же касается мойки DT1507, это безусловный лидер, который простые задачи выполняет быстро, а сложные качественно. Ссылки на подробную информацию о всех мойках InterTool расположены в описании под этим видео. И там же под видео вы можете легко и просто поставить лайк, если эта информация была для вас полезной. Субтитры подогнал «Симон»!